Кто мог совершить такую жестокость? Этот вопрос волнует не только дачников из СНТ «Восход», где обнаружили убитых собак, но и большинство горожан. Животные пролежали у въезда в товарищество несколько дней. От чего погибли собаки, неизвестно. На их телах можно заметить следы, похожие на пулевые ранения. Мы не станем показывать вам эту страшную картину из этических соображений. Садоводы не знают, откуда эти собаки и кому помешали. Активистов, выступающих против бродячих животных в СНТ, не было. Ну, зимой были. Вот на мусорке, вот здесь, помню, были две или три собаки. А потом там вот одна бегает, она, по-моему, хозяйская, гавкает все, но они, по-моему, там живет она. А никто из местных тут с собаками не боролся никогда? Да нет, чтобы нападали, такого не было. Нету бродячих, у всех хозяева есть. Как-то не было, не нападали. А вот незнакомые они, по-моему? Нет. Убийство собак не первый случай в этом районе. В прошлом году здесь же были обнаружены два мертвых животных. Есть ли связь между этими происшествиями, неизвестно. Еще один случай жестокого обращения с животными произошел на днях в одном из Чулынских домов. К счастью, кошка осталась жива, отделавшись успехами и ушибами. Неизвестная женщина выбросила животное из подъезда, что попало под камеры видеонаблюдения, и сильно возмутило горожан. Как выяснилось, кошку забрали из ветеринарной клиники жильцы этого дома, но позже почему-то передумали и выставили животное за дверь. А соседка, увидев кошку в подъезде, решила выбросить ее на улицу. Волонтеры нашли и вернули пострадавшую в клинику, где оказали необходимую помощь.